Мы за честные выборы! Во-первых, как сказал до этого Маша, то что сейчас это уникальный момент, когда вышли люди, которые никогда не уходили. То есть я первый раз сейчас пришел на митинг, я в жизни никогда не ходил. Я считаю, что у нас такой дух сейчас начался, и мы его должны поддерживать. Мы должны пересиливать страх, мы должны пересиливать, не знаю, просто лень свою выйти из дома. Мы должны, мы это начали, и мы должны в себе это чувствовать, и мы должны это развивать. Это первое. Второе, насчет, было сказано, можно я скажу, пожалуйста? Да, насчет альтернативы. Мне кажется, что многие люди говорили о том, что у нас нет альтернативы или перевыборы. То есть кто-то говорит «Справедливая Россия», кто-то говорит «Коммунисты», кто-то «ЛДПР». На самом деле все эти ребята, и «Коммунисты», «ЛДПР», и «Справедливая Россия» являются псевдооппозицией. И они такая же «Единая Россия», просто с другим названием. И устраивать перевыборы с тем же самым набором партий, это просто отдавать больше голосов коммунистам, отдавать больше голосов «ЛДПР» или «Справедливая Россия». Это одно и то же, что голосовать снова за «Единую Россию». Что мы можем сделать из предложений, реально? Это, на мой взгляд, можно поддержать партию «Парнас» и поддержать «Яблоко» и «Навального». Не важно, какие лидеры оппозиции, важно то, что она есть. Да, и мы сейчас вот здесь вот, собственно, без лидеров вроде бы, как-то обходимся. Это тоже важно. То, что тут происходит, это не агитация за того или иного человека. Нет, я говорю, безусловно, безусловно. Это идея организаторов митинга, идея тех, кто пришел. Это было четко написано. Сейчас очень много критики в Твиттере со стороны журналистов, со стороны историков о том, что митингующие не привносят никакой альтернативы, что они просто выходят, и они просто чем-то недовольны. Они добьются того, что люди будут, вероятно, драться. И все это приведет к тому, что мы можем оказаться в критической ситуации. И единственное, что бы мне хотелось, когда, если я прихожу на митинг, и вы приходите на митинг, это понимать, зачем вы видите альтернативу, за кого вы голосовали. Это не против, это за, это за... За новые выборы! 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 Альтернативы на этих выборах не было, что я не считаю, что ЛДПР, ни коммунисты, ни яблоко для меня не было альтернативой. Партии, за которую я хотел голосовать, в этом списке просто-напросто не было. А нам ее не зарегистрировали, или просто не существует? Нет, она существовала, ее не зарегистрировали. Понимаете, ее не зарегистрировали. Хорошо. Я за альтернативу. Я вижу эту альтернативу, но, к сожалению, им не дают права высказывать свое мнение. Вот. Альтернатива, она существует. И так как другой альтернативы у нас нет, потому что мы хотим соблюдать конституционное право, мы хотим ходить и на выборы, но только на честные выборы. Когда альтернативу нам конституционно не представляют, у нас другого выхода нет. Мистикой не в том, что мы хотим, чтобы определенная партия выиграла, или определенная партия проиграла, а в том, чтобы мы не хотели подкасовки выборов. И чтобы не было вот этого семейного процента и барьера, чтобы вернули, как это было раньше. Потому что и таким образом хотя бы какая-то оппозиция так называемая не была бы, да, конкуренция? А сейчас нету. Когда будут нормальные выборы, тогда появятся нормальные партии. Вот именно, откройте политическое пространство, и люди сами выберут. Когда будут нормальные выборы, тогда появятся... Так мы же голосуем, чтобы они... Поэтому не надо направлять это движение за кого-то конкретного сейчас, здесь. Ну, мы увидимся. В том числе это... Ребят, вы еще не забывайте, что 25 партий не зарегистрированы во время проблеми. Да, поэтому... Сейчас, 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 пусть скажут человек, потом... Мы все говорим, что мы все готовы против чего-то выступить. И все это правильно, потому что против... Против этого выборов нас это всех объединяет. Но это неконструктивно против... Не, ну подождите, вот это уже к хорошему политику пошла, да? Извините, извините, давай, давай. Поэтому, если вы смотрите на то, что происходит в Москве, то сейчас, опять же, пытаются сформулировать какие-то точки, за которых можно было объединить. В частности, я вот видел, что движение «Солидарность», они уже согласовали программу того, за что они будут выступать 10 числа в Москве. В частности, это за отмену выборов, за привлечение к уголовной ответственности тех, кто участвовал в фальсификациях, и за то, чтобы зарегистрировали все партии, которым было отказано до этого. Мне кажется, что в нашей ситуации, когда мы не можем... Если каждый начнет говорить за что, я за Навального, я против Навального, а я еще против кого-то, мы никогда не договоримся. Никогда. А эти варианты, это то, что нам дают выбор, за что мы здесь, собственно, и уступаем. Мы все за честные выборы. Все за честные выборы. Это за честные выборы. А кто выиграет, пожалуйста, конкуренция, участвуйте. И поэтому, мне кажется, мы не дураки, все равно Единая Россия, она выиграет. А что скажешь про президентские выборы, которые будут в марте? Это уже не партия. Мы скажем. А это еще вопрос. Это разные, разные вещи. Мне кажется, мы уже можно готовиться сейчас. Безусловно. А, ты уже думаешь, что я после. Давайте с этим закончим. Да, мы сейчас с этим закончим. Это уже потом. Нет, но мы все знаем, что лысье собираются в Кремль. Он вчера. Вчера. Можно? Дайте голос человеку, пусть скажет человеку. Там уже то, что произошло, да, сейчас в России, то, что произошло, там ничего гадать не надо. Там все это уже видно еще с 99-х, когда вот все это начиналось, когда пришла эта партия, когда все это началось. Сегодня мы говорим о том, что нужно собираться. Потому что никто не выходит никогда. В России много всего происходит. Много всего случается. Много все говорят. Но здесь все, никто нигде не собирается. Я не вижу, что кто-то выходит, говорит о чем-то. Может, да, есть несогласные, есть довольные. Но все равно нужно об этом говорить и собираться. И сегодня говорим о том, чтобы собраться в следующий раз, в другой раз, в другой, обсуждать каждый вот эти случаи, когда происходит явно обман, когда явно лгут в глаза, понимаете, людям. Да, если в деревнях не выходят голосовать вообще, если в деревнях люди не идут голосовать, потому что они говорят, нам некогда вообще. И вообще они не хотят это делать, понимаете. Поэтому нужно здесь выходить и собираться, и говорить, что мы голосовали против, что большинство нас проголосовало против. А не так, как в селе, каком-то там, в дагестанском селе, все голосовали за яблоко. А в результате, когда начали считать, там ни одного голоса не было. Ни одного голоса там не было. Понимаете. Это позор, конечно, мы же видим. И людей будут вот так обманывать каждый раз, год за годом, десятки лет. Уже я это вижу, как я не знаю, с 15 лет, да? С 15 лет мы видим то, что происходит. И нужно прекращаться обманом просто. Обман людей и все. За честные выборы. А не важно, кто там. Навального задержали, Навальному дали 15 суток. Пускай сидит Навальный. Все, забудьте про Навального вообще. Почему все упирается? Навального задержали, вся Москва бегает за Навальным, ищет Навального. Люди его уважают. Нет, не уважают. Его-то найдут. Он никуда не денется. Нет, я считаю, что он немного плохо про Кавказ говорит, и в вашем случае это вас задевает. Нет, меня это не задевает. Просто Навальных должно быть много. Все должны быть Навальными. А не один Навальный должен быть. Но это нехорошо, что он сидит в тюрьме. Да, нет, это нехорошо. 15 суток ничего с ним не будет. Просто каждый должен быть Навальным. Не нужно искать Навального за кем-то, хотите. Ленина нам искать Ленина. Вот Алексеева, которая выходила, кстати говоря, на митинге на Трюмпальной площади. Женщине уже за 80 лет. Многие говорят о том, что мы не хотим выходить, потому что мы устали. Мы хотим посидеть дома. Или мы уже стали старыми, поэтому мы ни на что не способны. Вот есть прекрасный пример того, как человек еще при советской власти боролся. У нас уже не советская власть. Сегодня говорят, что СМИ обманывают людей. Явные СМИ обманывают. Но почему здесь нет... Можно этому же делать, альтернативу этому СМИ. Показывать, что люди вышли, показывать, что мы собираемся, что нам это не безразлично. Я не знаю, кто здесь, как люди, кто живут, но я лучше бы жил бы дома. А я живу здесь, потому что этот обман идет уже в моей жизни, это уже 20 лет. Понимаете, ничего не понимаете. В субботу выйдет 20 тысяч человек. Больше, да. Понимаете, 20 тысяч человек, они боятся 20 тысяч человек. Они боятся. Потому что полиция есть... Первая политическая акция во всей жизни, которая участвовала в 2006 году, в Париже вышло 800 тысяч человек людей. Ничего страшного не произошло. Ну, дело в том, что это происходит за страну, не в стране. И когда это не видят на федеральных каналах, боятся этого нечего. Когда это происходит на Западе, тем более в этом нечего. Мы начинаем тоже придумать отговорки, что это западная агитация для разрушения страны. Речь уже шла, кто-то говорит революция, да? Да, сейчас до сих пор говорят. Кто-то говорит революция. Кому, как не нам, да, знает, что такое вред революции. Мы знаем, допустим. Мы, чеченцы, кавказцы больше, наверное, это знают. Что такое? Сегодня в Россию выходят, собираются, говорят, протестуют. Но нужно опасаться. Крови. Но как власть поступает, они, видимо, хотят крови. Будет очень широкая демонстрация в эту субботу. И Единая Россия готовит своих провокаторов, которые будут провоцировать людей на насилие и агрессию. Которые будут подчеркивать, иллюстрировать неорганизованность митинга и, соответственно, неорганизованность толпы. Потому что они видят это как толпу. И очень хочется, чтобы люди почитали программу партий. И познакомились с политическими деятелями нашей страны. И понимали, кого они хотят видеть. Что как-то все-таки здесь не стоит так бояться, как все, кто находится в Москве. Мне кажется, все-таки важно, что мы представляем не одну какую-то партию оппозиционную. А что мы сторонники разных партий, беспартийных. Просто, что мы прежде всего против того, что за нас выбирают. Придела просто. За новые выборы! За новые выборы! Даешь свободные выборы! Даешь свободные выборы! Для меня это очень удивительно, для меня это великолепно. увидеть молодых, которые приехали, и которые демонстрируют их несогласие. Я уверена в том, что у нас будут изменения, я не знаю в какой момент. Я всем сердцем с теми, которые сейчас борются именно за свободу, за уважение к человеческому человеку, за достоинство, чтобы все это по-настоящему начало у нас жить. Действительно, то, что об этом говорили, все эти пустые слова, о том, что у нас есть демократия, она рождается, она еще молодая или нет. Действительно, то, что... Вот, 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 вот. Я всем сердцем с людьми, которые стоят здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова